Наш эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск. К сожалению, гость, которого я пригласил, сегодня он немного задерживается. Ну, как вы знаете, начальство имеет право задерживаться, хоть он и не начальство, но он очень интересный человек. Я с ним вас обязательно познакомлю, но чуть позже. А пока, раз у меня образовалось несколько минут, я позволю себе немного поговорить вот о чём. Дело в том, что существует, в общем-то, хорошая традиция у некоторых наших слушателей комментировать то, о чём мы рассказываем, как-то высказываться о тех гостях, которых приглашаем, о тех темах, которые мы затрагиваем в своих эфирах. И эти, естественно, отклики, комментарии мы, по возможности, читаем. Не всегда, правда, отвечаем, но случается всякое. И я хотел бы сейчас на какие-то вопросы, которые часто ставятся, дать ответ, потому что есть у нас аудитория. Я очень надеюсь, что эта аудитория есть людей, которые нас слушают регулярно. Если не удаётся в прямом эфире, они приходят потом, когда им удобно, и в записи слушают это всё, и задают вопросы. Так вот, для таких слушателей я хотел бы ответить на некоторые вопросы. Ещё раз, они приходят так, по передаче, которую я веду, это радиоблог, это на Народной волне, и на мой подкаст, который называется «Континент ТВ-клуб», «ТВ-клуб Континент», и там тоже мы получаем записки, и они часто повторяемы, вопросы в том числе повторяются. Один из вопросов, а нельзя ли пишут нам делать так, чтобы после вашего эфира, который бывает иногда часовым, ну, и на Народной волне, если вы потом слушаете в записи, это тоже около часа убирается в записи уже реклама, но тем не менее, это всё равно эфир длится почти час. И на подкасте у меня тоже бывают записи, которые длятся 50-55 минут, и некоторые слушатели спрашивают, а нельзя ли сделать так, чтобы просто это прочесть, то есть сделать своего рода стенограмму всего нашего разговора. Но, дорогие мои слушатели, уважаемые господа, я думаю, что предела в совершенстве, чего мы делаем, нет. Но делать подобные расшифровки, это затрачивать бездну времени, а сколько бы человек не принимало участие в подготовке наших эфиров, но нет таких несвободных рук, несвободных голов, поэтому это одна причина, что мы не будем и не можем это делать. А вторая причина, вообще-то, смысл каких-то телевизионных или радиоэфиров в том, что их всё-таки слушают. Читают книги, читают статьи, читают какие-то материалы, и это немножко другой жанр. Когда переводится это уже в текст, все те, скажем так, ляпы, все те какие-то оговорки, которые присущи живому эфиру, на то он и живой, их тоже надо кому-то конкретно начинать выправлять и так далее, и теряется, может быть, вот та атмосфера, и просто человек берёт выжимку. Вы знаете, я как-то не так давно, на самом деле, встретил такое явление. Сейчас можно прочесть вкратце любой роман. Ну, то есть, что тратить время на чтение Льва Толстого, допустим, «Войны мира», или других классиков русских, американских, каких хотите. Ну, можно же взять, найти в интернете, где на 15-20 страницах, а то и меньше, будет изложен весь роман. Все его основные сюжетные линии будут рассказаны. Я не знаю, может быть, кто-то от этого получает удовольствие. Ну, не думаю, всё-таки у нас люди достаточно образованные, любят читать книги с детских лет, и поэтому я думаю, что удовольствия от такого прочтения вкратце нет никакого. Ну, может, со мной кто-то не согласится. Вполне возможно. Вот. Бывают и другие вопросы. Предположим, они связаны с тем, что почаще приглашайте, допустим, такого-то собеседника. Это желание, да, оно вполне может осуществимо быть. В том случае, если этот собеседник готов прийти, не всегда это бывает, не всегда есть такая возможность пригласить в эфир человека, который интересен действительно вам, но у этого человека может быть очень много своих собственных дел, и взять, оторвать час дневного времени, а то и больше, потому что хорошие собеседники обычно немножко и готовятся к любому эфиру, то есть подбирают какие-то материалы, продумывают то, о чем будут говорить. И поэтому это занимает и время, и, в общем-то, не всегда есть такая возможность. Но, естественно, мы с такими пожеланиями, когда сталкиваемся, мы их учитываем. И лично я стараюсь приглашать тех людей, которых, в общем-то, вам интересно слушать, и, соответственно, с кем интересно встречаться, и чье мнение вам интересно. Я не буду перечислять всех тех, с кем вы встретились, ну, в общем-то, на радиоблоге, в общем-то, повстречались в последний год, другой, фамилий-то много, кто-то повторяем, кто-то чаще выходит, кто-то реже, но, тем не менее, особенно в последнее время в связи ли с ситуацией с коронавирусом, что многие вынуждены были находиться дома, и в большей степени, наверное, чем ранее заглядывать в монитор компьютера. То есть, может, в связи с этим, я думаю, и не только, в связи с все-таки и ситуацией в стране общей, и интересом к политике и так далее, то есть, интерес к нашим передачам, он значительно возрос. Если вы посмотрите на цифры, которые, в общем-то, можно видеть в открытом доступе, они, сколько людей посещает ту или иную передачу, причем, заметьте, эта статистика начинается не с тех десятков тысяч, которые слушают нас в прямом эфире, а статистика идет, когда люди уже приходят после, когда мы выставляем этот эфир уже непосредственно в записи. Так вот, когда он собирает десятки тысяч, то это дополнительно к тем, кто уже нас слушал во время прямого эфира. это большая аудитория, поверьте, сейчас мы не будем сравнивать что-то с чем-то, мы не будем сравнивать, допустим, где бывают миллионы слушателей, но вы не забывайте, что мы не живем в стране, где русский язык является первичным, это язык, так сказать, меньшинств, язык этнического меньшинства в стране, и поэтому, когда он собирает тот или иной эфир, бывает по 50-60 тысяч, ко мне или приходит, или к моим коллегам, то это соразмерно возможно миллиону в России, потому что основная аудитория, которая слушает по-русски, все-таки где-то находится за океаном, скажем так, вот, и поэтому мы в общем-то рады тому, что аудитория наша неуклонно растет. В этом я вижу тоже не случайность, потому что, как я уже сказал ранее, очень многие люди интересуются текущими делами в политике, текущими экономическими вопросами, что нового происходит опять на фоне в общем-то борьбы с этой проклятой пандемией, что происходит у нас в стенах Конгресса, в Белом Доме и так далее. Ты знаешь, я могу тебе объяснить, почему аудитория растет неуклонно, почему такая большая аудитория по сравнению с другими, скажем, русскоязычными средствами массовой информации. Потому что, на мой взгляд, все-таки большинство людей, которые приехали из Советского Союза, которые в полной степени ощутили на собственной шкуре все прелести социалистического рая, придерживаются консервативных взглядов, они бегут задрав штаны за коммунистами. И их большинство, поэтому, собственно, у нас и аудитория, поэтому они с удовольствием как бы разделяют позицию, которую представляет наше радио, твои блоги, твои ТВ, вот эти шоу. Это консервативная позиция для большинства людей за то, чтобы сохранить Америку, не сделать ее там банановой республикой или типичной какой-нибудь средней европейской страной, поэтому и популярность этих шоу такова. Ну, это, я иду, не подумайте, что сейчас идет вариант кукушка хвалит петуха, знаете, знаменитую басню Крыловскую, но, дело в том, что Сережа очень правильно сказал, у нас все-таки аудитория в большей степени придерживается консервативных взглядов, хотя мы прекрасно знаем, что среди русскоязычной публики есть разные, есть люди не просто либерального склада, как у нас иногда говорят, левые на всю голову, потому что я не знаю, насколько они слушают, нас слушают, наверное, иногда, те, кто в большей степени склонен к мазохизму, скажем, есть такие люди, не люблю, но слушаю, у вас есть звонок, есть звонок, ну давай, добрый день, здравствуйте, здравствуйте, я хотела спросить, вот вы сказали, что многотысячные просмотры, а есть ли возможность у вашего счетчика определять, это из нашей страны были зрители, слушатели, или это как говорится всемирные слушатели, есть, и это замечательно, я могу вам сказать, есть из-за границы, да? Конечно, есть из-за границы, но это действительно очень хорошо, значит, поверьте на слово, эта статистика существует, основная аудитория, основная масса это слушатели, которые живут в нашей стране, что для нас очень важно, потому что те, кто живет за океаном, даже в любой замечательной какой-нибудь европейской стране, они не голосуют, они 3 ноября не придут голосовать, при всех симпатиях, у меня много друзей, которые консервативные люди в Германии живущие, в Израиле и так далее, но они нам сочувствуют во многим вопросам, они хорошо относят к президенту Трампа, но они не могут голосовать, так, у нас вроде как звонок, я сейчас попробую его принять, а это вот... Примешь, мы тогда увидим, кто у нас будет, принимайте звонок, как только примешь звонок, тогда, мало того, Игорь говорил о статистике, что эта статистика показывает не только в каких странах, но и даже в каких штатах, какое количество людей одновременно слушают, в каких странах слушают и так далее, конечно, на первом месте Америка, в Америке на первом месте на штат Иллиной, ну и дальше там пошли всевозможные страны, европейские и так далее, аудитория довольно широкая, и это радует на самом деле, но как справедливо заметил Игорь, очень важно, что наибольшее количество зрителей и слушателей это американцы, вернее, люди, которые живут, американцы, которые живут в Америке и в основном живут в нашем штате, хотя практически в сорок, по-моему, в сорока восьми штатах, но небольшое количество в разных штатах по-разному, в некоторых больше, в других меньше, но в каких-то таких штатах в глубинке, в глубинке, где трудно себе предположить, что есть русскоговорящие, тем не менее, даже в таких штатах есть слушатели, которые слушают с помощью интернета и статистика все это говорит, причем, насколько я знаю, Google учитывает не всех, там какие-то есть еще деления, что Google кого-то учитывает, кого-то не учитывает по каким-то своим критериям, но статистика показывает интересные вещи, и есть, есть ведь, скажем, каналы на YouTube, в которых, у которых есть там 100 тысяч подписчиков, 200 тысяч подписчиков, а посмотришь на количество активных, то есть, на количество просмотров, оно совсем даже, как бы, не впечатляет. Удивительно, при наличии там 200 тысяч подписчиков, количество просмотров определяется там буквально единицами. Так, мы сейчас, я попробую сейчас перенабрать Игоря Цесарского с тем, чтобы это я принял, да, все уже в эфире, уже все здесь, Игорь, вот тебя только не вижу, вижу пока твоего гостя, так, а вот сейчас появился еще и Игорь с нами, да, вот, а вот единственное, я попрошу своего тезку немножко камеру сделать пониже, вот так, да, шикарно, а повыше. Все, извините, дорогие друзья, я с удовольствием представляю своего коллегу тезку, он журналист, политолог Игорь Туфельд из Бостона, и те, кто следит за моим подкастом, с ним встречались уже и не раз, и я думаю, что в общем-то эта встреча, к сожалению, она немножко позже начинается, но я думаю, мы наверстаем, Игорь, привет. Привет, Игорь. Вот, да, ты замечательно выглядишь после посещения своего парикмахера. Наконец-то, после пандемийского парикмахера. Пандемийского. Хорошо, мы начали разговор о том, что у нас на, сейчас, на наших, вот, на народной волне, у меня на подкасте в значительной степени выросла посещаемость, люди действительно неравнодушны к тому, что происходит, и это люди, которые придерживаются в большей степени консервативных взглядов. И вот, я думаю, что мы можем в какой-то степени продолжить этот разговор. Чем ты можешь, если что-то сегодня, происходящее в политике, происходящее вот в нашей общественной жизни, чем ты можешь порадовать вот эту аудиторию консервативную? Порадовать консервативную аудиторию, я думаю, мы можем радоваться, нам надо будет радоваться 3 ноября, я очень надеюсь на это. А пока, по сути дела, мы можем радоваться тому, что в Америке существуют политические деятели, которые не принадлежат консервативной партии, но, тем не менее, их поведение вызывает недовольство и у тех людей, которые, в общем-то, поддерживали, исторически поддерживали демократическую партию. Больше всего сегодняшнее событие, которое меня, не то что удивило, я не могу сказать, что меня уже сейчас ничего не удивляет в американской политике, трудно найти что-то, но, по крайней мере, даже обнадежило, я бы сказал, потому что нью-йоркский мэр Ди Блазио, который, вот я, когда его вижу, почему-то все время вспоминаю покойного премьера России Виктора Степановича Черномырдина, который говорил такую фразу, хотел как лучше, а получилось как всегда. Вот, собственно говоря, он открыто заявил о том, что не нужна нам никакая помощь от президента Трампа, мол, без федералов обойдемся, у нас есть нью-йоркская полиция, которая все сделает, то, что нам нужно. Во-первых, в этой ситуации он не обозначил то, что ему нужно, это первый вопрос, на который у него, я не думаю, есть ответ, хотя, может быть, и есть, но это не то, что нужно гражданам Нью-Йорка, которых он представляет. Второе, он, как вообще собирается, какими способами решать этот вопрос, если буквально две недели тому назад он лишил бюджет, уменьшил бюджет полиции Нью-Йорка на миллиард долларов. То есть, собственно говоря, может быть, он забыл об этом, может, он надеется, что без этого миллиарда нью-йоркская полиция может действовать так же, как она действовала во времена того же самого мэра Руди Джулиани, который резко сократил преступность, кстати говоря, консервативный мэр, правда, после этого был еще один консервативный Майк Бюнберг, который сейчас стал либералом, но дело не в этом. Деблазио отличается от всех них вместе взятых, от либералов, от демократов, от консерваторов, от республиканцев. То есть, он как бы сам по себе, он даже, по-моему, не совсем понимает, в каком кресле он сидит и на кого он работает и что он делает. То есть, высказывания вообще какие-то просто потрясающие. Это вот, я думаю, что если говорить о российских или советских писателей, то, я думаю, лучше всего Деблазио, наверное, бы описал или Булгаков, или Ильф и Петров. Ну, Зощенко еще, можно сказать, да. То есть, это такая вообще фигура, которая даже не поддается никакому описанию, потому что то он говорит одно, то он говорит другое, делает справимся без них, нью-йоркская полиция, миллиард долларов, куда, что, дефицит огромный, какого в Нью-Йорке не было, преступность на 77% за последние два месяца выросла, а ему все никак не обойтись, ему не нужна помощь президента. А почему ему не нужна помощь президента? Потому что президент консерватор. Понимаешь, вот как раньше говорили, как Леонид Ильич Брежнев говорил, дорогая Индира Анди, или вот как капиталистов. Кстати говоря, вот это мне напомнило такой тоже сюжет исторический, когда в 62-м году или в 63-м должны были встретиться Хрущев и Кеннеди в Вене, то Хрущеву пришли его советники и сказали, вот, Сергей Ильич, мы вам принесли досье на президента Америки. На что Хрущев взял это досье, даже не открыл его, бросил и сказал, с этим американским молодчиком я сам разберусь. Вот, похоже, он сам разбирается с этими консервативными молодчиками. С чем там разбирается Диблазио мы не раз обсуждали, вот, но мы продолжим это обсуждать, скорее всего, и не только с кем он там разбирается, но и некоторые другие веселые персонажи. А пока уйдем на несколько минут рекламы, оставайтесь с нами и гость сегодняшний с удовольствием ответить на ваши вопросы. коль они у вас будут. Возвращаемся к Игорю Цесарскому и его гостю. Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Ну, а пока продолжим. Добрый день еще раз. И я напоминаю, что сегодня со мной Игорь Туфельд, Бостон, политолог, журналист, давний-давний мой знакомый, коллега, и вот видишь, как-то насчет опрометчиво я его попросил порадовать чем-то, но, к сожалению, какая-то информация скорее всего рождает иные чувства у нас, недоумение, гнев, и я могу перечислять эти... просветление. Ага, просветление, да, да. Особенно, когда еще одна нью-йоркская звезда, молодая, бывшая барменша выступает, это действительно, это просветление, это иначе не назовешь. Вот, не далее, как час назад ты мне прислал очередные ее фотографии, видимо, видимо, ты тайный поклонник ее, расскажи, что же она опять там сделала интересного. Прежде всего меня удивило то, что, в общем, достаточно опытный сенатор от штата Массачусетс и от Марки, ну, в общем, известно, что он, конечно, придерживается прогрессивистских взглядов, а как это сейчас называется, я бы это назвал на самом деле другим языком, по-моему, это мало чем отличается от большевистских взглядов, поэтому вот почему-то сейчас заканчивается его шестилетний срок пребывания в Сенате и молодой Кеннеди, внук Роберта Кеннеди, решил выставить свою кандидатуру в Сенат и, соответственно, ему приходится на праймере с каким-то образом конфронтировать с Эдом Марки. Меня удивило в этой ситуации не то, что Кеннеди выставил свою кандидатуру, я думаю, что на самом деле удивился шесть лет назад, что он ее не выставил тогда, хотя тогда был еще жив его дядя, были другие вещи, собственно говоря, в этой ситуации меня удивило то, что Эд Марки не нашел никого лучше, как именно вот эту бывшую барменфу, Александру, Аказию, Кортес, Аказия такая, Аказия Кортес, для того, чтобы говорить о том, что она его поддерживает, то есть, просто идет реклама, где выступает Аказия Кортес и говорит, что это человек, которого вы должны выбирать, что Кеннеди уже не подходит, понимаешь, Кеннеди слишком консервативный, а тем более молодое поколение это не то, что было, не так, как американский молодчик, это как его называл Хрущев, его внучатый дедушка, или как он там приходится, нет, это вообще не, это сегодня вообще об этом говорить нечего, это все демократы, тех времен, это они еще хуже, чем республиканцы, чем консерваторы, понимаешь, все это то, что было, там сенатор Джексон, сенатор Монихейн, конгрессмен Веник, это все вчерашний день, это сегодня бы их выгнали бы, если бы у них была воля, поэтому вот она идет и говорит открыто, I endorse Эд Марки, потому что он прогрессивист, потому что он вот то, что вам нужно, понимаешь, при этом штат Массачусетс, конечно, отличается своими демократическими наклонностями, либерально-демократическими наклонностями, это ни для кого нет секрет, но тем не менее где-то две-три недели тому назад я вдруг случайно проезжаю в одном из городов Массачусетса, по-моему, это был Беллингом, увидел там необычный магазин для себя, который назывался New England for Donald Trump, то есть, там продавали всякие плакаты в отношении того, что надо строить стену, Build the Wall, плакаты, поддерживающие президента, предвыборные плакаты в Trump, Pence и так далее. Вообще, для Массачусетса это довольно странное явление, с одной стороны, а с другой стороны, оно меня, безусловно, порадовало, потому что если уже в таком демократическом штате стали открываться магазины, причем магазины не спонсируемые республиканской партией, это просто люди, которые живут в этом районе, решили, что время как бы критическое настало. И в этой ситуации, безусловно, надо принимать какие-то меры. Второй показатель, который тоже меня удивил, с одной стороны, но и порадовал, это когда были праймеры с демократической партии на президента, то обычно, независимо от рейтинга, от репутации, всегда побеждал представитель Массачусетса, если он там был. Как ты знаешь, в этом году в президентскую гонку включилась Элизабет Уоррен, но вот к моему удивлению и радости она не смогла победить в штате Массачусетс, то есть ее не выбрали. Выбрали, правда, Блумберга тоже тогда это все было, но тем не менее, мне кажется, это достаточно показательно. И если бы она сейчас перезабиралась в Сенат, то вопрос тоже бы мог стоять ребром, скажем так. Но нет, и в вице-президента она не попала, и сенатором пока остается, а что будет дальше? Ну, Игорь, ее этническая принадлежность не помогла ей в данном случае, в отличие от дамы, которую зовут Камала. Если бы Элизабет Уоррен 25-30 лет назад знала о том, что надо говорить, что она афроамериканка, она, видимо, выбрала этот путь. Тогда, видимо, просто просчиталась. Решила, что быть индианкой более политически выгодно. Заметим, я уже по ее поводу говорил как-то, что, в принципе, когда ее неким образом даже жалеют, я думаю, что она вообще-то пархиндейка та еще, она на этой своей одной там не миллионной, но тысячной части индейской крови сделала себе неплохую карьеру, выучилась бесплатно и так далее. То есть, в принципе, она сработала неплохо, но вот до президента, конечно, добраться было уже сложнее. Пока, да, но смотри, мы еще живем в чудесные времена. А, удивляться, конечно, ничему нельзя, но, кстати, говоря о том, что вот Аказия, мы уже говорили, что это молодая конгрессвумен умудрилась лишить город Нью-Йорк тогда 25 тысяч рабочих мест, потому что не пустила, не то, чтобы она не пустила, но очень сильно посодействовала тому, чтобы решение по размещению в общем-то билдинга от Амазона не состоялось, соответственно, не состоялись рабочие места и так далее. Вот, я думаю, что Зато преступность увеличилась, так что Это да, преступность увеличилась. Ну, такой район непрезентабельный и весьма запущенный, который мог превратиться в нормальный район, он, видишь, он так и остался таким. А вот мне очень понравилось, мы печатали в континенте буквально днями статью, она очень хорошо разошлась, ну, разошлась в силу ситуации, которую многие видели эти кадры, когда группа возмущенных граждан в одном из городов нашего западного побережья, где очень неспокойно все это время решила выступить в том районе, где некогда был район, где жили чернокожие граждане, а так как там джентрификация была, реконструкция, перестроили, и они были возмущены, и, грубо говоря, заявили, что белые задницы убирается. Но сейчас у нас есть звонок, мы попробуем его принять, а потом продолжим. Наш интересный разговор. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наша комсомолка в конгрессе Александра Авария-Кортес разослала всем депутатам легистратуры штата и городского совета Нью-Йорка блюдение о том, что если они, мол, в течение этих лет как-нибудь поедут в Израиль или поддержат Израиль в каком-либо вопросе, то в следующем году они должны будут перебраться, что демократическая партия не будет их поддерживать. Как вы думаете, вот это будет распространено по всему Соединенным Штатам или же это заглохнет? Спасибо. Спасибо. Интересный вопрос, Игорь, пожалуйста. Я могу сказать на это то, что, во-первых, инициатива Александра Аказии Кортес бывает, по крайней мере, на данном этапе единоличной. То есть, то, что она делает самостоятельно, она, кстати говоря, уже не считает нужным советоваться со своими старшими товарищами по партии. Поэтому можно оценивать это как ее личную инициативу, а с другой стороны, как известно говорили в свое время в Советском Союзе каждая инициатива бывает наказуема. Вот, к сожалению, это неприменимо к этой Аказии Кортес, потому что любая ее, и не только ее, также можно вспомнить и Рашиду Тлаип, и Лан Амар, и четвертую там у них их подружку забыл, как ее конгрессменша. Но это не имеет значения. То есть, любая антисемитская инициатива не то, что не наказуема, она даже никоим образом не обозначена, и никто даже из демократов почему-то не осуждает эту его. Это мы видим. Так что, говорить о том, что, во-первых, я не думаю, что это произведет на кого-то впечатление. Первое. Второе, Израиль, как известно, тоже предпринимает определенные шаги, когда, например, по-моему, Рашид Атлаиб хотела приехать в Израиль, ей отказали во въезде. И сделали это совершенно справедливо, потому что нечего ехать в страну, которую она обливает грязью. И мне кажется, что все, что происходит в этой ситуации, в конечном итоге принесет определенные плоды. На самом деле, я думаю, что плоды мы эти увидим уже в ноябре месяце, потому что вот те вещи, о которых мы сегодня говорили, о Нью-Йорке, с ее демократическим мэром Деблазио Сиэтли, Игорь, правда, не назвал этот город, с выселением, с требованием немедленно покинуть помещение, это тоже производит определенную реакцию. Кроме всего прочего, сегодня я видел тоже замечательную программу, есть такая программа Вью, где выступают Вопи Голдберг, Бахар, Джой Бахар, Саня Хостин и дочка Маккейна, покойного, Меган Маккейн. Так вот, обсуждалась в очередной раз, обсуждалась ситуация с Миннеаполисом, когда супруги адвокаты вышли с оружием, когда пытались к ним ворваться погромщики. Так вот, Джой Бахар сказал, а, собственно говоря, конечно, их надо наказывать. Если они не против Black Lives Matter, они должны были просто выйти и сказать, мы вас поддерживаем, да, мы вас поддерживаем, пожалуйста. Можно подумать, что тот афроамериканец, которого эти молодчики из Black Lives Matter и Антифы застрелили, когда он пытался. Просто по его виду видно было, что он не принадлежит ни к рабовладельцам, ни к колонизаторам, ни к, вряд ли, к консерваторам. Тем не менее, это его не спасло. Так что, говорить всякую чушь под телевидением и еще думать на то, что зрители это все съедят, как говорили, лапшу на уши вешайте, да, а мы будем эту лапшу кушать. Игорь, к сожалению, съедят и очень многие. Сережа, у нас есть звонки или нет? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Самой известной комсомолки, я сегодня слушала Раша Лимба, он сказал, что ей выделили аж целую минуту для выступления на съезде демократической партии, а вот Сандерс будет выступать столько, сколько он захочет, потому что Байден, ну, как сказать, взял его программу, ну, как говорится, себе для того, чтобы, ну, как бы избраться. Вот, как вы считаете, что Сандеровская программа менее левая, комсомольская, или вот в чем тут дело? Спасибо большое. Ну, я могу только напомнить такой исторический факт, что самая длинная речь в ООН во время Ассамблеи ООН до сих пор принадлежит Фиделю Кастро, который выступал там, по-моему, четыре с половиной часа без перерыва. Но, как вы знаете, время не всегда является каким-то показателем, а минута, ну, минута Казио-Кортес, да, хорошо, пускай поговорит, но еще больше людей послушают, какие глупости она говорит, какую чушь она несет. Ей для этого и минуты хватит, ты знаешь. Да, я думаю, что, может быть, минуты недостаточно для того, чтобы это поняли, как бы, те люди, которые сомневаются. А в отношении Берни Сандерса, ну, собственно говоря, он может говорить сколько угодно, так же, как Фидель Кастро, мы его достаточно слышали. И здесь дело-то как раз заключается в том, что те, кто поддерживает демократическую партию в ее нынешнем составе, с ее нынешними политическими, экономическими, социальными взглядами, свое мнение не изменят. Дело идет не о них. Самый основной упор на выборах будет сделан на людей, которые еще не решили. И вот все эти показатели, которые мы сегодня видим, включая мэра Нью-Йорка, мэра Чикаго, мэра Сиэтла, все ведут к тому, что эти нерешившие голоса будут отданы за консервативную партию. Ну, мы надеемся на это. У нас есть звонок, и мы попробуем принять добрый день. Прежде чем радиослушатель выскажется, буквально два слова. Берни Сандерс получил неограниченное время, по-моему, по той простой причине, что если бы сенатор из Массачусетса, Элизабет Уоррен не держалась до последнего момента, то сегодня мы бы говорили о кандидате в президенты именно Берни Сандерса. Благодаря тому, что сенатор Уоррен держалась до самого последнего момента, Байдену удалось во вторник, в так называемый супер-вторник, так сказать, реанимировать свою кампанию. А если бы Уоррен драпнула чуть раньше, мы бы сегодня говорили о Берни Сандерсе как о кандидате в кандидате в президенты. Ну, а теперь радиослушатели. Пожалуйста, вы в эфире. Ну, я не знаю, насколько... Алло, алло, сейчас, Игорь, там вопрос. Да, пожалуйста. Алло. Говорите, говорите, приглушите радиоприемник, там идет задержка, поэтому говорите. Алло. Слушаем вас. Значит, у меня там вопрос к господину Цесарскому. Пожалуйста. Я часто читаю его статьи на имейле. И бывают такие интересные статьи, что меня заинтересовал вопрос. Есть ли они на английском языке, чтобы читала не только русскоговорящая публика, а американцы? Спасибо. Я быстро отвечу. Да, они частично есть, но у нас нет зеркально отражаемого сайта на английском в силу того, что для того, чтобы это сделать, нужны, ну, нужны такие, скажем так, ресурсы экономические, которых у нас просто нет, потому что часть материалов, когда авторы... У нас есть двуязычные авторы, такие как Игорь Гендлер, как Вадим Малин, они пишут, но по-другому никак. Спасибо. У нас есть звонок? Сорвался. Сорвался. Хорошо. Игорь, а как ты думаешь насчет вот то, что Сергей высказал насчет вот той ситуации с Элизабет Ворон? Ты хотел сказать? Я как раз упоминал ее сегодня уже и сказал о том, что даже в штате, где она является сенатором, она не победила в демократических праймерис. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что Берни Сандерс мог бы стать президентом, кандидатом в президенты. Дело в том, что я уже на эту тему тоже, по-моему, как-то мы беседовали. Я думаю, что после того, как демократы начали процесс импичмента совершенно бессмысленный и совершенно очевидно, не проходящий не в Сенате, потому что, как известно, Конгресс рекомендует, а Сенат утверждает. При большинстве республиканцев даже чисто теоретически, тем более, когда все было не только что сшито белыми нитками, а там вообще никаких фактов не было, думать о том, что кто-то за это проголосует, тем более, им нужно было 66 процентов, то есть, 66 сенаторов, которые проголосуют, никакого. Поэтому основная ставка у демократов была сделана на Блюнберга, а не на Бернис Сандерса. Именно после этого можно просто проследить чисто хронологически, потому что именно после того, как начался импичмент, впервые посыпались вопросы об Украине, о сыне Байдена, Хантере, о фирме буризма, о которой вообще никто не знал, все это происходило как бы в открытом эфире еще до пандемии на предвыборных, во время предвыборных кампаний Байдена и, собственно говоря, видимо, в демократической партии решили, что Байден вряд ли с такими показателями и с таким бэкграундом может быть кандидатом. Именно в этот момент вдруг подключился Блумберг, который говорил до этого, что он в принципе не собирается. баллотироваться в президенты. Но именно вот момент, когда все это стало набирать обороты, появился Блумберг, которого, собственно говоря, я думаю, пригласили не случайно, убедили не случайно. Ну, по крайней мере, это тот человек, который постоянно меняет свою партийную ориентацию, то он демократ, то он республиканец, то он опять демократ. поэтому это тоже не всегда воспринимается положительно, в том числе и в демократической партии. Поэтому очень быстро ему пришлось снять свою кандидатуру. А в отношении Берни Сандерса, ну, на прошлых выборах в 2016 году говорили то же самое, что если бы не вот эти скандалы с имейлами с сервером демократической партии, не отставка председателя демократической партии Шварц, ее фамилия была, то Берни Сандерс тоже был бы кандидатом в президенты. Но я очень сомневаюсь, что это помогло бы демократической партии. И сейчас тоже я не думаю, что реально кто-то уж даже, по-моему, для демократической партии на должность президента он все-таки уж слишком-слишком-слишком левый. Ну, сослагательное наклонение вообще такое дело сомнительное, мы можем только догадываться, так же, как и мы, гадать, что произойдет в ближайшем будущем сложно, но мы всякий раз, когда вспоминаем о том, что 3 ноября не за горами, объективно говоря, думаем, может ли что-то помешать президенту получить второй срок. Вот последний вопрос, наверное, к тебе, потому что времени остается пару минут. Насколько выбор Байдена, вот этой самой подходящей, якобы, якобы, чернокожей женщины, может повлиять таки на вот расклад сил именно в день выборов? Я думаю, что особого влияния это не окажет, потому что, опять же, речь идет именно о тех людях, которые еще не решили, и кандидатура вице-президента в этой ситуации вряд ли будет иметь какое-то окончательное значение. Мне кажется, большее влияние окажет именно вот те события, о которых мы только что говорили, и с мэрами, и с самими демократами, и с Аказией Кортес, и с ее подельницами, и так далее. Потому что, на самом деле, что бы там ни говорили, но уже вышло коммунике из предвыборного штаба Трампа, который заявил о том, что в соответствии с Конституцией, и с юридическими советниками Камала Харрис имеет все права баллотироваться на должность вице-президента. Ее позиция левая, да, но все-таки она отличается от позиции Элизабет Воррена, Беррена Сандерс, и той же самой Аказии Кортес. И в общем, в принципе, я думаю, что с точки зрения самого Байдена, это был, наверное, правильный выбор. Время покажет, но не думаю, что это окажет влияние. С другой стороны, люди все-таки понимают, что если они будут голосовать за Байдена, на самом деле в данный момент избрание вице-президента гораздо более важно, потому что Байден 78 лет, он находится прямо, скажем, не в лучшей спортивной форме, судя по всему, не раз нарушал спортивный режим за свою долгую политическую карьеру, и поэтому в этой ситуации особенно многие просматривают такой сценарий, как... Да, но мы надеемся, что этого не произойдет, так как не произойдет его президентство, а пока я вынужден прервать тебя, потому что мы аккуратно выходим из эфира, спасибо, и до новых встреч. Всего хорошего. До новых встреч.